В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакин. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. В Караганде 7 футов под Килем. На городском активе подвергли жесткой критике все сферы деятельности Караганды. Будущие транспортники получили дипломы. Как корабль назовешь, так он и поплывет. В Уральске спустили на воду пограничный катер Караганда. 22-й на счету Уральского кораблестроительного завода и первый в новом проекте Айбар, пришедшем на смену проекту Буркут. Приятно осознавать, что этот катер спустили на воду в год 80-летия шахтерской столицы. Судно оснащено самыми современными средствами наблюдения и электронными системами мониторинга. В отличие от своих собратьев по серии, новичок оснащен надувной лодкой с подвесным мотором для высадки крупы. Самое главное, этот катер имеет боевой модуль, который в дистанционном режиме может поражать цели и днем и ночью, со всеми упреждениями, с целью указаниями, с удержанием цели в надлежащем режиме. Корабль предназначен для охраны береговых границ республики на Каспийском море. Поэтому для пограничников важны такие показатели, как скорость, маневренность, удобство управления оружием. У него автономность больше. Практически 5 суток может находиться в море. И это дает нам возможность нахождения кораблей именно на охране государственной границы. На нем установлены движители-водометы, так называемые, не винтовые, а водометы. И, соответственно, три мощных двигателя, которые дают возможность развивать скорость до 50 узлов. Ну, если говорить на гражданский лод, практически до 100 км в час. Теперь катеру предстоит доставка по реке Урал на Каспий, затем заводские ходовые и приемные испытания и, наконец, сдача заказчику. Ввод корабля в боевой состав морских пограничных частей Казахстана планируется в сентябре. Караганда станет защищать водные просторы Казахстана. В Карагандинской области более 60% домов не имеют приборов учета тепла. Они предназначены для измерения расхода тепловой энергии, также могут использоваться в качестве систем контроля потребленной холодной и горячей воды. Такой прибор должен быть в каждой квартире. Так как не все карагандинцы установили в своих квартирах такие счетчики, возникает множество вопросов по системе учета тепла. Жителям шахтерской столицы показали и рассказали о преимуществах таких приборов. При помощи счетчика жители могут получить возможность оплачивать только за фактическое употребление тепловой энергии. Прибор определяет температуру помещения. В общем, все для комфорта жителей. В Казахстане запущена большая программа по установке общедомовых приборов учета тепла. Это получение главы государства, это требования законодательства. И мы приезжаем в регионы для того, чтобы рассказать суть этой программы, для того, чтобы жильцы понимали эффект от установки приборов учета, для того, чтобы было нормальное восприятие установки приборов учета. Сейчас в стране действует программа модернизации развития жилищно-коммунального хозяйства. Во всех областях Казахстана специалисты проводят разъяснительные работы по данной программе, в том числе и в Караганде. В Министерстве регионального развития проработан вопрос по возможности финансирования из республиканского бюджета на возвратной основе процесса установки приборов учета. Для этих целей в республиканском бюджете предусмотрено 8 миллиардов тенге, за счет которых будет обеспечена капитализация акционерного общества фонд развития ЖКХ. И уже непосредственно фонд развития ЖКХ будет финансировать процесс установки приборов учета на возвратной основе. Вот такая схема финансирования предусмотрена. В нескольких регионах Казахстана уже применяются дифференцированные тарифы, что создает удобство жителям многоквартирных домов. Услугодатели города Караганды объясняли жителям преимущества, которые дает система дифференцированных тарифов с позиции экономического стимулирования. Мы проводим ремонтные работы, необходимо отключать какие-то участки травопровода, чтобы их менять. Это первое. Второе. Сколько помните, в домах уже давно нарушено, помните, через полотенцем сушителей была кольцевая схема. Ее убрали все. Ни у кого их практически нет. Поэтому этой схемы должны, в частности, подать воду в дом, то просто весь дом отоплением заполнится, а вот эта схема работать не будет. Поэтому под опековой схемой подойдем, конечно, нареканий много. Сейчас рассматривается вопрос выделения денежных средств из республиканского бюджета. Об этом говорили на собрании, которое коммунальщики провели после объезда. Фонд развития ЖКХ будет капитализирован. В бюджете деньги предусмотрены на это. В настоящий момент мы дорабатываем заключение центра ГЧП по ФЭО для капитализации фонда. Как только деньги поступят, параллельно с этим мы собираем заявки от теплопередающих организаций. От жителей городов Караганды и Тимиртау поступают заявки на установку приборов тепла. Однако не все горожане понимают, какая от него польза. По городу Караганде теплотранзит подана заявка ООО «Фонд развития ЖКХ» на установку 2351 приборов учета на сумму 1 миллиард 430 миллионов тенге. По городу Тимиртау готовится заявка на установку 1099 приборов учета на сумму 659 миллионов тенге. Для того, чтобы счетчики тепла были в каждом многоквартирном доме, важно, чтобы потребитель понимал эффект такого прибора и имел стимул к энергосбережению. Правда, до сих пор не все понятно, как и кто конкретно будет оплачивать установку дорогостоящего прибора. В Карагандинской области новый руководитель управления предпринимательства. Распоряжением Акима области Нурмухаммета Абдебекова руководителем управления предпринимательства назначена Татьяна Юрьевна Облаева, сообщает пресс-служба Акима области. Биалиев Мирлан Аманканович, работавший руководителем управления предпринимательства, освобожден от этой должности в связи с поданным заявлением. Аблаева Татьяна Юрьевна, 1969 года рождения, имеет высшее образование. В 1991 году окончила Карагандинский государственный университет по квалификации экономист. С июля 1991 года на государственной службе. С 1991 по 1996 год работала на различных должностях в городском финансовом отделе. Затем в отделении Комитета государственного финансового контроля при кабинете министров Республики Казахстан по городу Караганде. С 1996 по 1999 годы работала в Карагандинском территориальном комитете госимущества и приватизации. С 1999 года по 2004 год была главным специалистом, начальником отдела финансово-кредитных отношений, главного управления экономики и развития предпринимательства Карагандинской области. С 2004 по 2007 год являлась заместителем начальника департамента сельского хозяйства области по экономическим вопросам. С января 2007 года была заместителем начальника управления предпринимательства и промышленности, затем заместителем руководителя управления предпринимательства. Проблемные вопросы Караганды подняли в городском Акимате. Сегодня их не только озвучили, но и предложили пути решения. Жесткой критике подверглись буквально все сферы деятельности шахтерской столицы. Новое руководство города уже готово предпринять шаги по улучшению качества жизни карагандинцев. На повестке дня стояли проблемные вопросы, которые на сегодняшний день имеются в Караганде. Задача не только озвучить их, но и найти пути решения. О текущей ситуации в городе Караганде доложился Аким Нурлан Наубакиров. Глава города рассказал о показателях, касающихся всех сфер деятельности – экономика, малый и средний бизнес, ЖКХ, строительство, транспорт, инфраструктура и социальная сфера. Что касается малого и среднего бизнеса, то все параметры ожидаются на уровне запланированных. Количество занятых в малом и среднем бизнесе превышает показатель прошлого года на 8,4% и составляет 113 144 человека. Большие нарекания вызывают ремонтные работы на дорогах Караганды. К примеру, при ремонте дорог не предусматривается асфальтирование парковочных карманов, а разметку на приезжей части наносят обычной краской, которая долго не держится вместо положенного термопласта. В связи с чем первый заместитель ЭКИМО области поручил разработать комплексную программу ремонтных работ дорог Караганды. Негативная ситуация сегодня складывается вокруг простаивающих предприятий. Нет четкого плана мероприятий по решению возобновления их деятельности. Аналогичная ситуация сложилась вокруг проектов карты индустриализации. Для такого крупного города, как Караганда, на сегодняшний день нет ни одного прорывного проекта. Новые подходы планируют применить к вопросу управления жилым фондом города. Лишь половина многоэтажей Караганды охвачены органами управления. Аким города Нурлана Убакиров предложил конкретные пути решения. Кроме того, власти хотят исключить из карты индустриализации простаивающие предприятия, пересмотреть вопрос благоустройства и озеленения города, а также ужесточить контроль жилищного строительства в Караганде. По итогам совещания первый заместитель Акима Карагандинской области Асалбек Дусибаев дал ряд поручений городским службам Акимата Караганды пересмотреть систему контроля реализации государственных программ. Акиму города принять безотлагательные меры вплоть до кадровых изменений. Лариса Хусыинова, Нурсултан Исаев, Бахтия Распанов, 1-й Карагандинский. Впереди небольшая реклама, оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal, Galvin, Херкюль. Торговая марка Galvin представляет Эконом-серия профиль Galtec 53-й серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система Profil Galvin. Профиль Galvin 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система Стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия Эксклюзив. Пятикамерный профиль Galvin 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Galvin выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Продолжаем выпуск. В здании Нур-Отан прошла конференция, в которой принимали участие молодые сотрудники государственных учреждений и частных структур города. Проведена диалоговая площадка на тему государственная молодежная политика, актуальные задачи и перспективы развития. Развитие государственной молодежной политики является приоритетным направлением. На конференции из 20 организаций города присутствуют молодые сотрудники государственных учреждений и частных структур города. Мероприятие проводилось в форме командной работы и носило соревновательный характер. Развитие государственной молодежной политики является приоритетным направлением нашей деятельности, в целом государственной политики, поэтому мы на системной основе ежегодно проводим дискуссионные клубы, круглые столы вместе с молодежью для того, чтобы определить их вопросы, проблемы и расставить приоритеты для дальнейшей работы. Целью данной конференции является формирование у молодежи активной гражданской позиции и социальной ответственности. Для того, чтобы понять проблемы и вопросы молодежи, ежегодно проводят дискуссионные клубы и круглые столы. В государстве много реализуются проекты и государственные программы, допустим, как молодежный кадр, резерв, сад Тахадам, шасл, ель, а также доступное жилье, аренды жилья. Это очень хорошие программы для молодежи, потому что сейчас молодежи сами себе не могут реализовать, никаких без поддержки не могут реализоваться. В ходе мероприятия участники ознакомились с основными положениями закона РК, о государственной молодежной политике в Республике Казахстан. По итогам мероприятия всем участникам были вручены благодарственные письма и сертификаты. В театре Сахена Сифулина состоялось торжественное вручение диплома выпускникам Транспортно-дорожного факультета Карагандинского государственного технического университета. Настал самый долгожданный день в жизни выпускников. Свершилось то, чего они ждали 4 года. Нарядных, красивых выпускников встречали бурными аплодисментами. Желаю вам доброго здоровья, больших успехов, удачи в реализации больших амбициозных задач, поставленных лидером нации, президентом Республики Казахстана Абишичем Назарбаевым по вхождению нашей страны в 30-ку наиболее развитых стран мира. Выпускники этой специальности могут работать в органах дорожной полиции, транспортной инспекции, организациях и учреждениях, осуществляющих транспортные перевозки, в транспортных цехах и планово-экономических отделах. В следующем году транспортно-дорожный факультет отмечает 50-летие со дня своей организации. К этому знаменательному событию преподавательский состав планирует выпустить книгу, в которой будут отображаться основные достижения университета, история факультета и многое другое. Четыре года назад перед всеми нами стоял непростой выбор. Я считаю, что наше решение поступать в Карагандинский государственный технический университет было верным. Выпускники в этот день были очень счастливы. Они переходят на новый уровень жизни – взрослый и самостоятельный. Уже не будет педагогов, которые отслеживали их учебу и помогали в случае необходимости. Но теперь каждый из них знает, кем он станет в будущем. Лариса Хусыинова, Нурсултан Исаев, Бахтия Распанов, 1-й Карагандинский. С начала 2014 года сотрудниками департамента финансовой полиции Карагандинской области выявлено 97 коррупционных преступлений. Примерно половина этих правонарушений связана с взяточничеством. При этом департаментам проводится работа как по задержанию лиц, получающих взятки – это 30 фактов, так и лиц, дающих взятки. 16 случаев. За посредничество во взяточничестве привлечено 3 человека. Сотрудниками департамента выявлены коррупционные преступления в органах налоговой службы, дорожной полиции, в сфере земельных отношений, в сфере государственных закупок. В Жасказгане сотрудник налогового управления 3 года брал взятки, но не для себя, а в счет погашения задолженности по налогам. Очень благородным казался сам себе ведущий специалист отдела приема и обработки налоговой отчетности физических лиц налогового управления. Пока на него не написали заявления обманутые налогоплательщики. Налоговое управление предъявило им претензии, а одного вызвали в суд за неуплату налогов. Вот неувязочка получилась. За 3 года предприимчивым налоговиком было получено взяток на сумму 330 тысяч тенге плюс мясо лошади на согом. Ну почему бы не взять, если дают? Сотрудники финполиции задержали налоговика в тот момент, когда он возвращал потерпевшему 50 тысяч тенге. В тот же день в его отношении возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве и получении взятки. Сотрудники департамента финансовой полиции задержали последнего при возврате денежных средств потерпевшему в сумме 50 тысяч тенге. В этот же день в отношении бывшего сотрудника налогового управления возбуждены уголовные дела по факту мошенничества и получения взятки. 19 июня применена мера пресечения в виде залога. Правда, к этому времени он уже успел уволиться из налогового управления и устроиться на другую работу. Финансовая полиция продолжает премировать жителей Карагандинской области за сообщения о коррупционных преступлениях и правонарушениях. За прошедшие полгода наградили 6 человек. В общей сложности им выдали 700 тысяч тенге. И это честно заработанные деньги. Сергей Высокосов, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. Карагандинский шахтер в рамках 20-го тура казахстанской премьеры лиги принимал на своем поле Кайрат из Алматы. Счет скромный 1-0, но в пользу нашего шахтера. Встреча была довольно интересной. Оба клуба только три дня назад участвовали в Лиге Европы, где прошли во второй раунд. Плюс Кайрат в прошлом туре обыграл на своем поле действующего чемпиона Актобе 7-1. Поэтому шахтер вышел на поле сверхмотивированным. До конца первого этапа остается три игры. Горняки находились на четвертой строчке турнирной таблицы. Кайрат очень много атаковал, но все же фортуна была на стороне шахтера. После передачи от Улана Конысбаева мяч в сетку ворот переправил лучшим бомбардир шахтера Мехрет Топчагич. Во втором тайме гости пытались отыграться. Было множество стычек. Показалось на секунду, что судья потерял контроль над игрой. Игроки Кайрата вели себя вызывающе. Потребовалось много времени, чтобы их успокоить. И даже после финального свистка экс-горняк Кислицын попытался выяснить отношения на поле. Но все же Александр Мокин сохранил свои ворота в неприкосновенности. И шахтер заработал очень важные три очка. И начинает готовиться ко второму раунду Лиги Европы. Где горняки на выезде встретятся с клубом Атлантос из Литвы. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Аман сау болуны, дар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин